МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 с новостями Волгограда и области. День выборов. Обл. Избирком назвал главные ошибки кандидатов. Без крыши над головой ночной ливень залил десятки квартир. Последнее прощай. В Волгограде похоронили директора всемирно известного музея. Сегодня Волгоград простился с директором музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексеем Викторовичем Васиным. Проводить в последний путь его пришли родные и близкие, коллеги, ученые, общественники и руководители региона. Офицер, журналист, чиновник, руководитель федерального учреждения, депутат. Он родился и большую часть жизни провел в других краях. Но много сделал для сбережения истории Волгограда и воспитания подрастающего поколения. Журналисты высоты 102 любили общаться с ним, знали, что не уйдут без новостей и идей, которые не уставал поставлять, воплощать этот неутомимый, креативный человек. Он всегда стремился удивить и сделать что-то необычное. Во время его руководства музеем-заповедником привели в порядок Мамаев курган. К восторгу горожан в праздничные дни оживали родина-мать и разрушенная мельница Герхарта. Алексей Викторович участвовал в организации проекта «Воинский эшелон». Он стал вдохновителем новых выставок для болельщиков Чемпионата мира по футболу. Но он хотел сделать еще больше. Просто хочешь, чтобы это было действительно красиво, чтобы это было действительно необычно, чтобы это проникновенно было. Понимаем же, что это все-таки не развлекательное учреждение, оно не должно быть избыточно консервативным. Оно должно быть магнетировать к себе. Поэтому оттуда эти идеи. Что просыпаться с мыслью, что можно сделать еще лучше. Алексей Васин ушел из жизни 11 августа, не дожив до 52 лет. Сегодня председатель областного избиркома Виктор Черечукин рассказал журналистам о том, почему кандидаты в Волгоградскую городскую думу покидают предвыборную гонку. Этап регистрации выдвиженцев в депутаты позади. Всего на 36 мандатов претендует свыше 400 человек. В одномандатных округах, которых в общей сложности 18, конкурс на одно кресло народного избранника составляет 5 человек. Многие соискатели вакансий не потрудились предоставить в избирком необходимые документы. Или комиссия признала собранные кандидатами подписи граждан недействительными. Также зафиксированы случаи сокрытия судимости. Любопытный инцидент с отказом в регистрации кандидата случился в Волжском, где тоже идет подготовка к выборам в Гордуму. По городу Волжскому у нас господин Ткачев Армен Сергеевич, он выдвигался, будучи членом ЛДПР, пытался выдвинуть сразу от двух партий в списках как от ЛДПР, так и от партии Родина. Соответственно, из списка партии Родина он решением избирательной комиссии муниципального образования был исключен. После чего ЛДПР его документы на его выдвижение в ЖЛДПР тоже не подала. Напомним, единый день голосования пройдет 9 сентября. Выборами охвачены 22 района области и 3 городских округа. Обычный летний ливень, прошедший этой ночью, стал стихийным бедствием для жителей многоквартирных домов номер 7 и номер 9 по улице Репина. Как раз в эти выходные работники подрядной организации ударно приступили к капитальному ремонту кровли девятиэтажей. За два дня они разобрали крышу и сняли весь рубероид. А уже в ночь на понедельник пошел дождь. Подъезды затопилось с девятого этажа по треть. В 4 часа утра жена разбудила от того, что у нас во всем коридоре вода. То есть, сочится прямо с крыши, со светильников. То есть, вследствие, мы так поняли, ремонтных работ, которые проводятся у нас на крыше в данное время. Здесь воды было по щиколотку. Текло, не успевали не собирать ничего. Мебель наша, диваны мокрые, телевизор мокрый. Вот стены, сами видите, все, что это, обои, просто вот они сами падали на пол. По предварительным данным, пострадало около двух десятков квартир. До сих пор некоторые подъезды полностью обесточены. Не работают лифты. Форс-мажор. Ну как форс-мажор? Нельзя было прогноз погоды посмотреть? Посмотрели, дождя не было. Вот все. Ну и что вы люди скажете? Это вы видели жилы? Будем все ремонтировать, будем все восстанавливать. И крышу доделаем. Не сбежим. Однако жильцы пострадавших квартир не верят обещаниям и собираются обращаться за помощью к юристам. Малочисленным стал субботний митинг против повышения пенсионного возраста. К зданию Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе пришли всего чуть более полусотни человек. Вместо ожидаемых двух сотен. Народ сетовал на тех, кто проигнорировал мероприятие. Как вы думаете, почему мало людей снимают? Ну люди свое мимолеты, семиминутное благополучие, часто шашлыки, хорошая погода, поменяли на то, что их будет ждет в будущем надеяться на какую-то маму небесную или какого-то доброго царя или что-то такое подобное. Однако немногочисленность митингующих на их настрой никак не повлияла. Вспомнили недобрым словом и некоторых депутатов Государственной Думы, которые без устали агитируют за повышение пенсионного возраста. Что я могу сказать? Не знаю, что сказать. Нет слов. Просто я против уже Ирины Гусевой. Я против всех, не знаю, как сказать. Задушили народ просто. Люди боятся, что они не смогут дожить до этой пенсии или же потеряют работу. Напомним, что в конце июля профсоюзы и местное отделение КПРФ уже проводили митинги, протестуя против изменения пенсионного возраста. Тогда они собрали намного больше участников. Притаявшуюся под Волжской водой немецкую авиабомбу обезвредили сотрудники Московского центра МЧС России. В конце июля опасную находку обнаружил на дне Волги недалеко от хутора бобры дайвер-любитель. Провели уже техническую проверку, соответственно, спускались водолазы, обследовали все, видео обработали, посмотрели, что это, измерили, ну и, соответственно, явилось, что это немецкая авиационная бомба СС-250. Со времен Великой Отечественной войны она здесь лежит, состояние нормальное, рабочее, поэтому принято решение уничтожать на месте. Вода спала, было где-то метров 7, ну сейчас уже где-то метра 4-3, я думаю, и, соответственно, такая же и глубина. После подрыва бомбы водолазы обследовали дно и убедились, угрозы больше нет. Правда, стоит помнить, что оставшиеся с войны боеприпасы по-прежнему регулярно находят в местах, где проходило одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной. И даже 75 лет спустя они могут таить в себе смертельную угрозу. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...